Приветствую вас. Смотрите, судя по описанию вашего текста, судя по описанию проблемы, ключевым моментом является подавление в себе детской составляющей, детского эго, подавление в себе чувств, подавление в себе эмоций, подавление в себе каких-то спонтарных историй и так далее. Вот. Но вместе с тем сохраняется потребность это все выражать. И по вашему ощущению, по вашему ощущению, я уверен, выразить вы это можете только если будете за мужчиной. И за мужчиной вы можете быть только за зрелым, только за тем, кто старше вас, только за тем, кто, в принципе, может быть вашим отцом. Описываемая вами проблематика представляет из себя следствие детско-родительских отношений, в частности, дисфункциональных отношений с папой. Вот. Причем, эта дисфункциональность, она амбивалентна, в том смысле, что она может быть как и в негативную, так и в позитивную сторону. От этого ее деструктивность как бы не зависит. То есть, условно говоря, если вы с отцом были очень сильно близки и находились и находитесь в весьма хороших отношениях, вот, то у вас есть как бы мотиватор искать СПЛ в качестве мужчину похожим на отца, потому что с отцом вам было хорошо, ну и хорошо, наверное. Если отношения негативные, то, в принципе, то же самое. Неодобрение отцом проявления детской позиции, похвала, некоторая защищенность, пускай и недолго, все это может мотивировать вас именно на поиск такого похожего мужчины. Вот. Но ключевой-ключевой момент здесь в том, что вы именно подавляете себя, подавляете свое детское состояние, вот. И, в общем-то, ну, возвеличиваете, на мой взгляд, социальный статус. Вот, потому что говорите о возрасте, а это, соответственно, оценка, соответственно, восприятие вас другими людьми. Не менее важным моментом является то, что вам неприятно внимание старше, мужчин постарше, и здесь нужно выяснить, чем именно неприятно, вот, потому что, если они намекают вам на то, что вы, как вы выразили, старое, да, а вам неприятно осознавать, что вы можете быть старый, вот, то это одно. Если есть какие-то еще причины, то это немножко другое. Тут, так или иначе, тоже нужна работа. Повод того, что вы стар. Ну, во-первых, комплекс в данном случае, это следование утрированным социальным нормам, с которыми в глубине души вы не согласны, ну, поскольку вас это тяготит, с одной стороны. С другой стороны, здесь речь идет про, именно, не детское поведение, то есть поведение, не соответствующее вашему возрасту, вот, и, в общем-то, да, естественное ощущение, что вы слишком серьезным, вот. Понимаете, нет, ничего плохого в том, чтобы не делать те вещи, которые вам не нравятся, то есть, ну, не нравится вам, там, не знаю, тусовки, вечеринки и прочее, ну, ничего страшного. Но, главное другое, чтобы то, что было интересно, вы выразили открыто, свободно, искренне и полноценно, а у меня есть ощущение, что вы этого не делаете. В итоге картинка такая, получается, что довольно зажившая девушка, которая очень серьезная, которая высокие требования к себе и к окружающим, которая достаточно тревожна по сути своей, вот, и которая, в общем-то, прячет чувство стыда. Вот, то, что я могу вам сказать. Дальше. Так, значит, вы пишите, что комплексу из-за возраста, что еще не 18, а под 30, ну, вам не под 30, вам 21 год, где здесь под 30, не очень. Понятно? Мне бы хотелось невербально притягивать только молодых людей. Зачем найти молодого человека? Зачем? 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 Для чего вам отношения? Опять же. Никакое значение имеет возраст. Ибо я не понимаю, в чем корень проблемы, как ее искоренить, подскажите, пожалуйста. Эээ, корень проблемы в вашем восприятии себя и собственного, эээ, собственного позиционирования. Я бы так сказал. Вот. И, соответственно, надо откроется в ваших противоречиях, в ваших установках деструктивных и в, может быть, правных, а может быть, и детско-родительских, как я сказал, отношениях. Вот. Так. Значит, мне не нравится, я, ну, много просто гуляюсь, я живу дома, за это не представляю, как мы сейчас смотрим. Понимаю. Интересы у вас какие? Вот вы говорите, не нравится развлекаться в кафе с друзьями. Знаете? В кафе не особо развлекаешься, на самом деле, если нет интереса к Кристины. Понимаете? Ну, мне интересно. Вот именно интересно. То, о чем я говорил. И опять же, вопрос. Зачем с парнем знакомиться, чтобы что? Если вы будете ориентированы на парня, то любой, будь то парень постарище, будь то парень младше, может сделать вас несчастным. Дальше. Мне кажется, я уже настолько взрослый, что мне подходят краски и тут к тебе взрослые мужики. Ну, их внимание опять же оттолканно. А чем оттолкивать, то, внимание, знаете, как бы, вы как-то, ну, раскроете подробнее этот момент. Вот. Дальше. Что плохого в возрасте, вот этому вот 30-летним для вас, вот. Ну, в принципе, всё. То есть тут вот, мне кажется, такая проблематика. На этом, я думаю, можно закончить. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.